Когда-то ранее, мы уже были рассказывали вам, уважаемые наши зрители о том, как братские Украине США, пару раз предлагали передать Нэнке для пополнения своего флота пару-тройку бэушных кораблей. Речь тогда шла как о фрегатах типа Оливер Хизард Перри, так и о более мощных эсминцах типа Эрли Берг первых версий. Да-да, и такое было. Именно об этом Намедни рассказал в своем интервью новый командующий ВМС Украины. О том, какие зарубежные корабли нужны украинскому флоту и что будет закуплено в первую очередь, рассказал командующий военно-морскими силами Украины Алексей Нишпапа. Одним из вопросов, в свое время живо обсуждавшихся в украинских СМИ, были слухи относительно возможного приобретения украино-американских фрегатов Оливер Хизард Перри. По мнению командующего ВМС Украины, украинскому флоту эти корабли не нужны по целому ряду объективных причин. Во-первых, эти фрегаты были разработаны еще в 70-х годах прошлого века. В США их строили с 1977 по 1989 год, то есть самому молодому фрегату более 30 лет. Системы вооружения этих кораблей устарели. Кроме того, с них еще в 2005 году было снято ракетное вооружение. Другой причиной является размер Оливер Перри, превышающий габариты флагмановой МСУ Гетмана Сагайдачного. Длина Перри более 135 метров против 123 метров украинского фрегата, что делает невозможным их физическое размещение на имеющихся в Украине причалах. Однако, основной причиной является стоимость переоснащения и эксплуатации этих кораблей. Восстановление и эксплуатация этих кораблей будет стоить больше, чем покупка корветов, подчеркнул Алексей Нейшпапа. Совсем другое дело специализированные противоминные корабли и тральщики. По словам контр-адмирала, закупка таких кораблей является одним из трех приоритетов, которые командование ставит перед ВМС, потому что минная опасность на Черном море это колоссальная и очень вероятная угроза. Закупка новых противоминных комплексов и противоминных кораблей это суровая необходимость. Все это заложено в задачи и стратегию развития ВМСУ, и является одним из приоритетов их развития, отметил командующий флотом. Другим приоритетным заданием, командующий считает скорейшие поставки ВМСУ современных кораблей и катеров, которые смогут заполнить ту нишу, которая сейчас так необходима Украине и это прибрежная и ближняя зоны. Именно поэтому, в командовании военно-морских сил приветствуют недавнее решение о будущем приобретении Украины 16 патрульных катеров Марк-6, по линии американской программы межправительственных иностранных военных продаж. Как отметил командующий ВМС Украины, этот современный многоцелевой катер идеален для действий на Азовском море. По словам контр-адмирала, часть из полученных катеров обязательно будет в Азовском море с ракетными комплексами на борту, которые более эффективны для этого региона. И здесь командующий имел в виду управляемые ракеты Ration BGM-176B Griffin, которыми опционально могут быть оснащены и катера типа Марк-6. Стоит добавить, что кроме собственно катеров Марк-6, Украина должна получить и определенный комплект оснащения и вооружения для них. В частности, речь идет о 32 дистанционно управляемых арт-установках с автоматическими пушками МК-44 Бушмастер 2 калибра 30 мм, 20 электронно-оптических системах, 16 инфразвуковых излучателей ХЛАРТ. В общем, больших фрегатов или тем более эсминцев не будет. Зато будут корветы, пока не ясно купленные или построенные, и в скором будущем точно катера Марк-6 с противокорабельными ракетами более мелкого калибра.